Ягоды лес Ягодная родина, чистая, как молоко и вода. Здесь напевала мне песенки матушка, здесь колдовалась с кастрюльками бабушка, травами пахнущие всегда. Далекие страны торопятся люди, а мне хорошо средь озер и лесов. В лукошке морошка, в корзинке малинка, грибы, пироги, до костры рыбаков. Дедушка, плыви сюда! Здравствуй, внучок! Дед, ты много пожил на земле, а можешь рассказать мне историю о нашем озере Сямозера? Садись, родной, в лодку, расскажу тебе быль Сямозерскую. Пенсионеры из Петрозаводска приехали на лето отдыхать на Сямозера в родные места и поехали утром на рыбалочку. Попала им щучка маленькая и кристая. И так смотрит в глаза рыбаку-то и как будто просит, отпусти меня, говорит, неужели вы меня будете кушать такую маленькую? Ну ладно, жалился рыбак с бабкой и говорит, да плыви, отпустили. Закинул он опять удочку, опять щучка попала, чуть покрупнее, наверное, сестричка или братик. Но, ну не дотянули до лодки, плюхнулась в воду. Ай, бабка, пойдем-ка, погода хорошая, пособираем грибов да ягод, а потом будем вечером попробуем рыбку поймать. Так и сделали. Поехали в сосновом бару, набрали брусники, целую корзину грибов, подосиновиков, белых грибов. Довольные такие вечером пришли, садятся в лодку. Ну-ка давай, бабуля, попробуем еще поймать. Только закинул удочку щука на 5 килограмм. Тянули, тянули, ели, ели кое-как на песчаный бережок. Вытянули, слава богу. Варили уху, жарили, да еще соседи угощали. Такая вкусная рыбка была. Вот и получилась такая былься мазерская, как в той сказке про Емелю, по щучьему велению. Маленькая щучка дала детке с бабкой крупную. Вот такие вот дела, внучок. Ого, какого леща выловил! Видно, тайну озера Сямозера знаешь. А можешь и мне поведать, чтобы и меня удача не подвела? Смотри, там девочки танцуют. Пойди к ним, а я еще порыбачу. Потом расскажу про наши Сямозеры. Музыка 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 Озеро Сямозера Озеро Сямозера, оно как океан, даже переводится как Сямервин, погодное озеро. Озеро может быть зеркальным, а может так разбушеваться, что 9 дней никто лодку на воду не пустит. Вот есть у меня на памяти одна байка, вот ее послушай. Приезжают купцы на Сямозера и договариваются с местными рыбаками о тоне. Рыбаки бросают неот по кругу, огораживают рыбу. Но рыба вся проплаченная на определенную сумму. Все, что поймают, вся рыба остается у местных рыбаков. А даже если ничего не поймают, то сумма все равно остается у местных рыбаков. Когда кто в проигрыше, дело случая. Внучок, поехали теперь в сергелахту. Я же тебе обещал показать диковинные места. Там ягодные пироги, да еще там фильм снимали, и Зори здесь тихие. Поехали. Товарищ старшина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывают пломком взвода Кирьянова. 48 лет назад я работал шофером. Поэтому в субботний день я въездил, отвозил детей в сергелахту. Приезжаю я сюда днем. В сергелахте обычно было тихо, спокойно, никого, ничего не было. И вдруг вижу очень огромные машины, съемочная группа. На берегу стоят три пристаньки. На одной пристаньке оператор стоит, на другой женщина белье по площадь. Смотрю и удивляюсь, почему эта женщина уже пятый раз в площадь белье. Потом догадался, пятый дом идет. И вот в центре огорода была вырыта большая яма, в которой люди прятались от бомбежки, сергелахтинские жители. Вот мальчишкам дали в руки небольшой самолетик, в котором была фигурка немецкого летчика. Они этот самолетик брали в руки, бежали наверх в дом, на чердак, забирались на крышу. От конька дома и до забора был прикреплен большой трос металлический. И вот этот маленький самолетик садили на этот трос. И вот представьте, самолетик этот спускался по тросу через все поле вниз. И в конце в заборе такой проходил взрыв, пахнет, зажигалось. Как будто происходил взрыв. Несколько раз мальчишки снимали эту сцену, потому что надо было снова опять, режиссер Рассоцкий говорил, снова снимаем заново. Они опять брали самолетик, бежали в этот дом, залезали на крышу. И вот с конька дома запускали этот самолет. И он несколько раз, очень красиво была снята, вот эта сцена. Да, красивые места у нас в Карелии. Согласен. Счастлив тот, кто здесь живет.